Начался сбор, как водится у казаков, с торжественного внесения знамени. После молитвы к делам насущным. Первым перед собравшимися выступил глава города Анатолий Пахомов. Он отметил, что уже в постолимпийский период на курорте прошло более 200 значимых мероприятий, и каждый раз казаки оказывали помощь в охране правопорядка. Идет активное взаимодействие в Сочи казачества и правоохранительных органов. Они совместно осуществляют патрулирование городских улиц, ведь теперь курорт востребован не только летом. Туристы приезжают в Сочи круглый год. Здравницы заполнены и сейчас на 80%. Казаки активно пополняют ряды добровольной народной дружины, и сегодня она насчитывает уже более 2,5 тысяч человек. Казакам все доделают, все нужно. И строительство детских дошкольных учреждений, и строительство школ, и строительство поликлиник, и качество жизни, и, конечно, охрана общественного порядка, потому что мы здесь хозяева, и это наша земля. И на нашей земле наши жители должны жить достойно. И у нас есть для этого все, чтобы мы с этим справились. И я, как казачий полковник, перед сбором обещаю, мы все это сделаем. На сборе Анатолию Пахомову первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков вручил орден за выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества. Спасибо, служу Кубани! Затем атаман Черноморского казачьего округа Сергей Саводин отчитался перед старейшинами, почетными гостями и атаманами районных организаций о том, что было сделано за последний год в рамках краевой целевой программы казачества Кубани. Казачий полковник свой пост занимает уже три года. Округ состоит из семи районных и 37 первичных казачьих обществ. В последнее время отношение общества к казакам изменилось. Они достойно представляют край на парадах, войсковых сборах, участвуют в ликвидации ЧАЭС. Однако проблем в округе еще хватает. Нужно усилить работу, считает атаман. В первую очередь стоит позабыть о разногласиях и объединиться. Атаманам районных обществ нужно ответственно отнестись к комплектованию казачьих дружин, уделять внимание моральным качествам казаков и их физической подготовке. Более активно нужно включиться в работу и старикам, и казачьим судам. Не стоит забывать и о воспитании молодежи. В округе состоит 3392 казака, придавших обязательства по несению государства и службы. Вместе с семьями 8502 человека, что составляет 0,83% от численности населения, проживающих на территории округа. В том числе 0,94% казаков от числа взрослого мужского населения. Но для того, чтобы говорить о возрождении казачества в округе, нас должно быть не менее 30% от общего числа населения. Такими темпами, как сегодня, мы сможем достичь поставленной цели через 200 лет. Необходимо скорректировать наш подход к возрождению. О том, что необходимо усилить работу с молодежью, говорил и на недавно прошедшем отчетном сборе лазаревских казаков вице-губернатор края войсковой атаман Николай Далуда. Мы ничему плохому в этих казачьих классах не учим. Мы учим уважать старших, уважать труд, любить свое отечество и готовность защищать свою родину. Это принципы, которые абсолютно пригодны для детей всех национальностей. Насильно тянуть в казачество нельзя ни в коем случае. Нельзя. Авторитет и уважение надо завоевывать делами, поступками, мероприятиями. Тогда люди пойдут. После отчета районные атаманы приняли решение продлить полномочия Сергея Савотина на два года. Еще один срок отработает и совет старейшин. 11 человек получили грамоты и благодарственные письма. Атаман Владимир Лавриненко собрал исторический материал по возрождению казачества на побережье. На этом основании сбор принял решение считать официальные даты образования Черноморского казачьего округа 21 сентября 1993 года, когда прошел официальный сбор казаков Сочи, Туапсей, Геленджика и Новороссийска, на котором был принят устав округа. Есть такое правило. По тебе судят о казачестве. Надо быть всегда внимательным, внимательным к своим братьям. Не быть ни в коем случае в нашем национальном городе, не относиться к любому народу, как к своим братьям. Значит, быть порядочным во всем жизни, в работе, в службе. 21 ноября состоится праздник города Сочи. Тогда же православные отметят и день Михаила Архангела. На курорте уже по традиции вновь соберутся казаки и будут участвовать в праздничных мероприятиях и нести службу по охране общественного порядка. В этот же день в Краснодаре состоится отчетно-выборный сбор кубанского казачьего войска.